Всем привет! В эфире Универ Ньюс и я Дмитрий Леонтьев. Смотрите и удивляйтесь вместе с нами. Поехали! Наш телеканал Универ ТВ появился в новых сетях. Новая разработка. Как влияют различные добавки и нанотрубки на строительные материалы. Всероссийский студенческий марафон дал старт. Телеканал Универ ТВ уже успел стать любимым каналом среди наших телезрителей, которые с интересом смотрят не только студенты. А мы все продолжаем расширять свои границы и скоро зрителей станет еще больше. О том, как Универ ТВ начал набирать свою популярность, нам расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В 2011 году свою работу начало студенческое телевидение КФУ. И уже в сентябре 2012 года телеканал Универ ТВ вышла в круглосуточное вещание в интернете. А сегодня телеканал уже вещает в эфир на цифровом пакете в кабельных сетях ТАТ-Телеком, Ростелеком и других. А также в интернете на сайте универсмотри.ру. Сейчас наш телеканал будет транслироваться в новой кабельной сети КАЗГОРСеть. Это филиал крупной сети Уфанет. Компания Уфанет присутствует в 10 городах России. Это Башкирия, Оренбургская область, Казань и Нижний Новгород. На самом деле разговоры о появлении Универ ТВ в нашей сети достаточно давно идут. Но как бы вот в этом году приняли такое решение, что Универ ТВ будем включать в сеть. Хороший канал, студенческий канал. Делают сами ребята. Он интересный. Мне кажется, молодежи будет интересно смотреть его. Если говорить о количестве абонентов, это больше 30 тысяч. Присоединение кабельной сети КАЗГОРСеть дало нам существенное увеличение аудитории. Компания КГС, одна из таких компаний, которая пошла нам навстречу и обеспечила трансляцию нашего телеканала у себя в кабельной сети. Мы сейчас доступны в открытой цифре на 169 кнопке. Сегодня телевидение КФУ представляет собой полноценный медиахолдинг, включающий корпоративный телеканал КФУ, круглосуточное студенческое телевидение Универ ТВ и круглосуточное интернет-радио ЮФМ. А телеканал Универ ТВ не только освещает новости студенчества, но и знакомит телезрителей с наукой, образованием, медициной и многим другим. Нас начинают смотреть больше и больше. Казанский федеральный университет начинает выигрывать в этом, потому что все больше людей начинает видеть, понимать, что же происходит в университете. А мы каждый день рассказываем это своими новостями, программами, в которых появляются наши профессора, ученые, проректора, руководство университета, которые четко, достаточно доступно объясняют, что происходит в университете и вообще, что происходит в научном мире. Для студентов работа на Универ ТВ – это хорошая возможность научиться о замтелевидении, попробовать себя в роли корреспондентов, ведущих и операторов. Огромным преимуществом является более современное и профессиональное оборудование, чем у других телеканалов Татарстана. Сейчас у юных звезд телезрителей станет гораздо больше. Это только стимулирует к упорной и плодотворной работе. А о деятельности Казанского федерального теперь будет известно большему количеству народа. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Наша команда собрала для тебя самые интересные новости из просторов интернета. Какие – узнаешь в нашей традиционной рубрике «Веб Ньюз». 1 февраля на площадке Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошло расширенное итоговое заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. В рамках данного мероприятия президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, министр спорта России Павел Колобков и министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, проректору по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Арифу Межведилову вручили памятную медаль «Патриот России». Принято считать, что в сфере строительства господствуют мужчины. Но студентки Казанского университета предлагают изменить это правило и открыть еще больше возможностей в строительной отрасли. Хочешь знать, как это возможно? Тогда наш следующий сюжет для тебя. Студентки Казанского федерального университета периодически радуют альма-матер большими достижениями в самых разных областях науки, а порой даже самых необычных. Такую тенденцию активно поддержали и студентки Института физики. На сегодняшний день Регина и Кристина Арискины изучают влияние различных добавок на керамические изделия из глин в Республике Татарстан. Работа девушек проходит на кафедре физики твердого тела Казанского университета в учебно-научной лаборатории керамика. Как отмечают исследовательницы, разработанные добавки могут быть техногенными, как, например, отходы производства нефтепродуктов. И природные, например, циолиты, диатомит и так далее. Кроме того, Регине и Кристине удалось выяснить природу физико-химических основ образования цвета керамики. Я получила премию стипендии мэра города Казани за своё научное исследование в области керамики. Моё исследование направлено на утилизацию промышленного отхода в керамическую промышленность. То есть я исследовала влияние добавок из отхода магнезита со строительного завода имени Горького, который находится в городе Занадольске. Регина имеет неплохой опыт в строительном деле. Она два года работала в рамках проекта «Керамика-218-2014». Кроме того, Регина – руководитель недавно сформировавшегося первого в России студенческого научного отряда физтех. Его участники выполняют научно-исследовательские работы, направленные на внедрение в промышленность различных инновационных разработок. Это не только студенты института физики, но и инженерного института. Также мы планируем привлечь в свой отряд студентов из института геологии и института геологии и химического института. Наша деятельность заключается в том, что мы исследуем глины, различные добавки, которые добавляем в керамическую шифту. Разумеется, подобные исследования отнимают у Регины уйму времени. Все успевать девушке помогает ее родная сестра Кристина. Она принимает активное участие в научно-исследовательских работах, направляя их на решение производственных проблем предприятий. Мы на первом курсе провели практику Лемира Максимовича, и поэтому решили заниматься керамикой. Нам понравилась эта деятельность. Также у нас дедушка занимается в строительной области. Он поработал всю жизнь каменщиком. Может быть, тоже связано с нашей деятельностью. Ну и, конечно же, работа девушек напрямую связана с реальным сектором экономики. Студенческие научные отряды, возглавленные Региной, содействуют временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников вузов и успешно участвуют в формировании кадрового резерва для промышленности. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. С 1 по 5 февраля 2017 года Краснодарский край станет центром российского студенчества. Именно в эти дни более 500 учащихся вузов с разных уголков России примут участие в молодежном фестивале Всероссийский студенческий марафон. Подробности со дня открытия марафона смотри прямо сейчас. На Черноморском побережье в оздоровительном комплексе «Орбита» поселка Ольгинка уже готовы встречать друзей самых разных городов нашей страны на молодежном фестивале Всероссийский студенческий марафон, где ребятам предстоит сразиться за Кубок Победителя и звание лучшей студенческой команды страны. Около полутысячи самых активных, творческих и спортивных студентов 1 февраля прибыли в Солнечную Ольгинку из разных уголков России. Дорога каждой из команд была разной, ведь добирались они на самолетах и автобусах, поездах и автомобилях, а некоторые даже на плечах сокомандников. Добрались, ну не скажу, что быстро, на поезде, двое суток, чучук-чучук от Казани до Туапсе, в принципе, очень хорошо. Готовились к ВНУ в поезде, смотрели ленту в Инстаграме, смотрели, как команда готовится, что делают. Стартовой точкой студенческого марафона является торжественная церемония открытия молодежного фестиваля, где со словами приветствия и поздравлениями выступили руководители вузов, участников и команды-призеры 2016 года. Царящую в зале атмосферу просто невозможно описать одним словом, ведь каждый из команд поражает своей энергетикой и драйвом. Открытие прошло, как всегда, позитивно. Девиз и лозунг фестиваля «Врывайся» и сегодняшнее мероприятие тому является полным подтверждением. Самое главное пожелание, чтобы борьба заканчивалась сразу после конкурсов и все остальное время люди тратили на общение друг с другом, на обмен опытом и на выстраивание тесных дружеских отношений. Впереди участникам ждут насыщенные дни, заряд от которых будет поддерживать их еще целый год. Елизавета Евтифеева, Ольга Солюкова, Ульяна Марамзина, Александр Токарев, Универ-Ньюс. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok